Татьянин день – любимый праздник учащихся в высших и средних профессиональных учебных заведений. Поздравить студентов в Орехово-Зуевске и ГГТУ приехали министры образования Московской области и делегация из Непала. До начала торжественной части за круглым столом они рассказали о своих достижениях, обсудили возможные пути взаимодействия между образовательными учреждениями дружественных государств. Основной целью нашего визита было получить понимание о профессиональном образовании в Московской области и в целом в Российской Федерации и получить информацию по тому, как связаны студенты, выпускники, их трудоустройство и возможность работы. В это время студенты учебных заведений из различных городов Московской области представляли творческие номера художественной самодеятельности. Учеба в институте – это особое время в жизни человека. Студенты есть во всех странах мира, и в каждой существует своя дата, посвященная этому празднику. В Китае не есть праздник студентов, но на 4 мая это праздник для студентов. В этот день мы вместе читаем книги, и мы вместе на занятиях преподавательницы показываем нас праздник истории. Я очень рада здесь вместе многих студентов играть и познакомиться. И я очень рада в этом университете учиться. В Непале нет дня, который бы назывался Днем студента, но у нас есть День образования – 28 августа. Этот день празднуется во всех школах, колледжах и университетах Непала. В России День студента приходится на 25 января, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Эта дата впоследствии и стала Днем российского студенчества. Я хочу поздравить сегодня не только студентов, сидящих в зале, я хочу поздравить вечных студентов. Потому что понятие вечный студент – это не тот студент, который долго учится в ВУЗе, а это все, кто долго учится, кто учится всю жизнь. Потому что в наше время только человек, который учится, ставит перед собой цели и задачи, может добиться многого. Студенты учебных заведений Подмосковья не только учатся, но и занимаются творчеством. Свои таланты они продемонстрировали на фестивале команд КВН Московской области. Я очень рада, что у нас сегодня на сцене присутствует 6 региональных областных ВУЗов, 6 федеральных ВУЗов. Я рада той дружбе студентов, которая существует в Московской области. Мне очень приятно отметить, что мы проводим КВН во всех ВУЗах по очереди. Следующий ВУЗ, который у нас принимает, это университет Дубна. В этом году прошла отсутствие эффективности ВУЗов Московской области. Все наши ВУЗы эффективны и с точки зрения государственной оценки, и с точки зрения независимых экспертов. Хочу пожелать всем студентам, и тем, кто в зале, и тем, кто нас в цели. Пусть все, что вы будете делать в жизни, людям будет приносить радость. А вашим родителям и нам, вашим педагогам, гордость за то, что мы вас учили. Сессия позади, значит, можно и повеселиться. Тема фестиваля – год российского кино. Веселые и находчивые представили нас у джюри и зрителей домашние задания на эту тему. Значит так, кто там не берет моего сыночку в космос, а? Значит так, кто не берет? Вот этот молодой человек. Да сейчас мы разберемся, Андрюша, не переживайте. Значит, почему вы не берете моего сыночка в космос, а? Мы, между прочим, готовились. Андрюш, покажи, как мы репетируем. С урожене. Поехали. Вот, ну как такой талантный космос? Молодой человек. 25 января – двойной праздник. День студента отмечают свои именины Татьяны. Всем девушкам с таким именем, находившимся в этот день в актовом зале ГГТУ, преподнесли цветы. Для меня День студента, в первую очередь, это буря положительных эмоций. Это очень классный праздник, и все студенты его очень любят. Для меня День студента – это большой праздник, я первокурсник, для меня это большое событие в жизни. Положительные эмоции, мы кричим с самого утра, мы, наверное, с зажигалочки приехали. В общем, очень рада, что мы здесь. Поздравляю всех студентов, с Днем студента. Желаю всем успехов в будущей жизни. Мы сегодня ехали очень далеко из города Мытищ. Я смотрела на небо, где была луна, и вспоминались строчки Александра Сергеевича Пушкина. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное передело. Но здесь столько моря позитива, такая красота. Я очень люблю этот праздник. И каждый год мы встречаемся, есть такая традиция в области, студенты всех университетов, шутят, танцуют, поют, празднуют. Сессия позади. День студента – это в первую очередь праздник. Поэтому фестиваль не оставил ни одну команду без подарков. Каждая стала победителем в своей номинации. Самой неземной признаны люди в черном. Самой стильной – команда из Гжели. Самой юмористической – не от мира сего. А команда из Орехвазуевского ГГТУ отмечена за лучшую разработку шутки. Сегодня мы действительно насладились замечательной игрой на этой сцене всех команд КВН, от всех высших учебных заведений Московской области. Ребята показали, что они не только получают достойное образование в стенах подмосковных вузов, но и то, что они находят время для общения, для большого заряда энергетики. Они умеют веселиться, они умеют шутить. И очень здорово, что умеют шутить и над собой в том числе. День студентов в Орехвазуевском ГГТУ с каждым годом становится более масштабным, объединяя под своими знаменами все большее количество студентов. Отметить этот день вместе с нами приезжают гости из разных городов Московской области, других республик и государств. День студента – это праздник для всех, людей разных национальностей и возрастов. Как говорится, студентов бывших не бывает. Какая-то тайна, я не услышала.